Добрый день! И сегодня у нас в гостях руководитель экспертной группы по проблемам ЖКХ в региональной общественной организации «Боевое братство» Анатолий Масловский. Анатолий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас стоит очень острая тема – это надежности теплосети. За последнее время в Улан-Удэ произошло большое количество аварий, достаточно немаленьких, так скажем. Скажите, почему заранее не устраняют эти проблемы? Вот в отопительный сезон, в самый разгар получаются такие инциденты? Ну, вы знаете, заранее аварию трудно предотвратить, но для того, чтобы аварии не случались, для этого делаются специальные ремонты в межсезонье. И эти приборы, ремонты, насколько я знаю, они в городе делаются, для этого выделяются достаточные средства. Вот, и если бы их качественно делали, выполняли, то аварий или не было, либо они были не такие уж серьезные. То есть вопрос стоит в качестве работы все-таки? Больше в качестве. Но вот была такая авария, которая как-то мне показалась немножко странная. Это отключение железнодорожного района. Была авария на Маяковского или где там она была. На Пушкино. Да, потому что накануне администрация города проверила состояние сети и выяснила, что идет недогрев носителя. И буквально через несколько дней случается эта авария. Причем в очень удобное время, утром. Но ее быстренько ликвидировали. То есть это как бы немного смахивает на такой шантаж городских властей. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Может быть, я ошибаюсь. А почему? Ну, потому что она слишком вовремя возникла. Утром. Самое удобное время, когда ее удобно отремонтировать. И она была быстро ликвидирована. Я так подозреваю, что... Я не знаю, кто там контролирует эти сети или нет. Систему очень такая запутанная. Но вполне могли просто давануть наши энергетики и такую заборушку немножко устроить. Чтобы попугать городскую администрацию, чтобы она не сильно там это требовала. А вообще, как часто нужно проводить замену трубопроводов, чтобы такие ситуации не возникали? Ну, я не могу сказать на такой вопрос, ответить. Но есть специальные графики ремонтов. Они общеизвестны, установлены. И они выполняются. Наверное, по крайней мере, должны выполняться в советское время. Они всегда выполнялись. И, наверное, сейчас выполняются. Потому что, если бы они не выполнялись, то у нас бы давно уже все разрушилось. А износ теплосетей на сегодняшний момент сколько? Ну, износ, конечно, есть. Потому что они были давно построены. Но мы меняли и достаточно много вкладывали, насколько я знаю, в ремонт сетей. Поэтому катастроф не должно быть никаких. Также остро стоит вопрос. Это вопросы по УЖКХ. Скажите, как вообще формируются тарифы на тепловую энергию? Ну, тарифы на тепловую энергию формируются каким образом? Во-первых, у нас несколько источников тепловой энергии. Первое – это так называемые котельные независимые, которые к ТВК не относятся. Это вот котельные морозаводы, стальмосты и другие. Второе – ведомственные, как называемые, ведомственные котельные. Вторые котельные – это те, которые относятся к ТВК-14. Среди них выделяется две. Это ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. И третья группа – это котельные, которые находятся под непосредственным управлением ТВК-14. Но их по некоторым оценкам несколько десятков, вернее, где-то 45, по вторым оценкам там 90. Эти данные, я не знаю, у меня не получилось к ним добраться, чтобы посмотреть их себестоимость. Но общую картину, я нашел цифры в комиссии по тарифам нашей республиканской, они были публикованы за 2013 год. Я их проанализировал и выявил, что тариф у нас завышен на 35-37%. Каким образом? Я сравнил тарифы ведомственных котельных и тарифы котельных, которые подчиняются ТВК-14. И получилась разница в тарифах в три раза. Хотя одни котельные от других ничем не отличаются. Те же советские котельные, эти советские котельные. Там технологии на угле, здесь технологии на угле. То есть разницы такой не должно быть. Поэтому я подозреваю, что там идет что-то неладное. Я тогда попросил руководителей нашей общественной организации, чтобы они собрали крупный стол. Они собрались, мы это дело обсуждали. Нам тарифная комиссия ничего не смогла по этому поводу ответить конкретно. Почему так? Короче, это долго шло обсуждение на разных круглых столах. Практически год, даже два. В конце концов мы дошли до руководителя нашей республики, господина Наговицына. Он публично обещал мне предоставить допуск к этой информации, чтобы можно было выяснить, почему, что, как. Но когда мы пришли с проверкой, нам просто отказали. Вежливо так, в рамках действующего законодательства. И все это так, это дело все. То есть это был окончательный ответ, больше никаких ответов, никаких диалогов не было? Нет, нет, больше никаких не было. Ну, я просто не стал, понял, что это тема табу и что туда лезть. То есть сейчас тарифы ТГК, они не обоснованы и жители переплачивают? По крайней мере, мне так кажется. Но сказать это точно я не могу, потому что меня не допустили для поверки этих документов. А если бы допустили, то я бы сказал точно. Да, переплачивают или наоборот. Нет, не переплачивают, все нормально. Но скажите, вот раз вы думаете, что все-таки мы переплачиваем, причем в три раза. Нет, не в три раза, на 35-37 процентов, потому что три раза это доля в общем тарифе. Но когда она снивелировалась, по сравнению с другими котельными, потом в свой вклад внесли ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 с маленькими тарифами, то есть общий тариф увеличился всего на треть. А вот получается, вот эти собранные, так скажем, денежные средства, они куда идут, на что тратятся, на ремонт теплосетей или вот куда эти деньги? Я думаю, что эти средства никуда не тратятся. Они уходят из ТЭЦ-14, наверное, Смолева, скорее всего. Потому что, ну, а может быть, этих средств нету, я же тоже не могу сказать. То есть это нужно вот разбираться. Но когда мы на наших кругах столах пригласили прокуратуру, чтобы вместе с нами разобраться с этим вопросом, они отказались. Почему-то. Так что, ну, трудно сказать, куда они делают, куда деваются, я не знаю. Но то, что работники, сотрудники ТЭЦ-14 получают нищенскую зарплату, это да. Они маленькую зарплату получают, даже те, которые находятся в основном производстве. То есть эти деньги не доходят, скорее всего, ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Ну, по последней информации, что вот генеральный директор, да, ТЭЦ-14 в Чите получил достаточно высокую премию. Дмитрий Плюхин также получил. Ну, какие-то, конечно, верхушка, конечно, что-то с этого имеет. Но основная, скорее всего, уходит куда-то в другое место. Но я не могу это сказать, потому что это мое предположение, может, оно ошибочное. А вообще энергетики устанавливают тариф такой, какой им выгоден? Действительно это так? Вот как вы думаете? Нет. Во-первых, если бы они поставили такой тариф, какой выгоден, то мы бы никогда его не заплатили. Ну, потому что денег мало не бывает, да? Вот. Но их, во-первых, законодательно ограничивают. Там определенный рост, да, не больше инфляции. Ну, и потом и правительство Российской Федерации, и все давят на них. Поэтому они вынуждены, ну, ставить какую-то такую... Рамки. Да, рамки. Посмотрите, по электроэнергии же задавили, они поставили 3,04, а задавили на 2,87. То есть, вот, заставили. Но, с другой стороны, у них, видимо, тоже резервы есть, потому что, вот, когда была выборная компания, горсовет, если я не ошибаюсь, и там баллотировался один из руководителей ТГК-14, то он обещал снизить тариф на 10%, если я не ошибаюсь. Об этом шел разговор в СМИ. Значит, такие резервы, наверное, у них есть. Давайте поговорим также о капитальном ремонте, да, сейчас его называют коммунальным налогом. Вот скажите, что вы думаете о таком способе вот собирания денег, так скажем? Вот, я профессиональный экономист, да, я могу составить СМИ на одну и ту же работу. 30 рублей, могу 300 рублей, могу на 3 тысячи, на одну и ту же работу. И никакая проверка не найдет ошибку. — И почему так? В чем секрет? — Секрет в профессионализме. Потому что СМИ можно составить по-разному. Понимаете? Поэтому вот то, что капитальный ремонт, они ведь могут такую СМИ составить, что, ну, как сказать, без всяких ограничений, там нету тормозов. Нету тормозов. В капитальном ремонте. Поэтому та система, которая сейчас, это просто, ну, конечно, поборы. Поборы для населения. Так нельзя делать. Должна быть какая-то государственная программа, какой-то государственный контроль этих дел. Чего у нас в той системе, которая сейчас запускается, нету. И поэтому это просто, ну, недопустимо. Потом, ну, что значит капитальный ремонт? Вот смотрите, у нас должны ремонтировать только кровлю и подвал. А вроде бы как остальное нельзя. А иногда необходимо и фасады ремонтировать, и, допустим, электрические сети там, или тепловые сети. То есть это, ну, такая запутанная вещь, где можно, как бы это мягко сказать, брать хоть сколько угодно денег и пускать их хоть куда. То есть контроль невозможно обеспечить. Ну, по моему мнению, вот этой системы. Но потом, да, достаточно этого. Ну, то есть вот деньги собираются, да, в основном пожилые люди, когда сдают деньги. Они же, возможно, да, могут и не увидеть это капитального ремонта. Конечно, существуют льготы, но они тоже не для всех. Как-то вот почему этот вопрос просчитали? Ну, вот я живу, допустим, в доме крупнопанельном. У него срок амортизации 50 лет. Мы уже 45 лет прожили. То есть через 5 лет его, в принципе, нужно уже сносить. В нем жить нельзя. Что с этим будут делать? А деньги с нас требуют. А потом, мы же сделали капитальный ремонт в нашем доме. Мы как раз крышу сделали капитальный ремонт. И подвал сделали капитальный ремонт. За свой счет. Ну, там государство тоже какое-то принимало участие. Не какую-то, а львиную долю. Но, тем не менее, мы это сделали. И с нас снова собирают. Под какой капитальный ремонт? Куда? Зачем? Тоже непонятно. То есть, столько вопросов, что... Очень сомнительно то, что предлагает сейчас законодательство и правительство с этим капитальным ремонтом. Это все очень сомнительно. Очень сомнительно. Ну, и последний вопрос. Вот остался ли резерв у коммунальных сетей? Вообще, перезимуем ли мы? Я не могу ответить на этот вопрос. Но так, чисто с точки зрения той информации, что я обладаю, конечно, резерв есть. Надо зимовать. И ничего этого не случится. Но если так же будет все продолжаться дальше, то никаких гарантий нет, что мы там в следующую зиму или через пять зим попадем в такой кризис, который вполне возможно. То есть, необходимо определенное улучшение тех дел, которые сейчас мы имеем вот в этом коммунальном хозяйстве. Спасибо большое за беседу. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. В эфире была Актуальная тема. До скорых встреч.